Здравствуйте! 27 сентября в Краевом Центре состоится выемка памятной капсулы с письмом к молодежи Алтайского края. Капсула была заложена в 1968 году. Об этом событии мы сегодня поговорим с секретарем Барнаульского горкома комсомола конца 80-х годов Борисом Александровичем Трофимовым. Здравствуйте, Борис Александрович! На самом деле памятное значимое событие, историческое можно сказать. Давайте вспомним, как происходило это в 1968 году. Кстати, вы не помните тех событий? Я не помню тех событий. Я был еще пионером, учился в 45-й Барнаульской средней школе. Но восстанавливают в памяти участники тех событий. Учитывая, что в этом году исполняется 100 лет Ленинскому комсомолу, создана инициативная группа, оргкомитет из бывших комсомольцев. Наверное, по духу, по состоянию, по настроению бывших не бывает комсомольцев. И ребята мне рассказывали... Они живы? Кто участвовал в 1968 году? Они живы. Они живы. Жив первый горкома комсомола Юрий Григорьевич Шторов. Здорово. Второй секретарь крайкома комсомола Виталий Александрович Сафронов. Вы его знаете. И очень важно, что жив один из тех ребят, ударник коммунистического труда, бригадир комсомольской молодежной бригады Владилен Савиных, именно он зачитывал и закладывал эту капсулу. Я с ними со всеми встречался. Они мне рассказывали обстановку праздничную, торжественную. Поэтому я практически участник тех событий. Они рассказывали вам о тех событиях. И на самом деле, то есть, зачитывали это письмо? Это не секрет, да, получается, текст этого письма? Текст письма у меня в руках. Я его получил в музее. И, естественно, кто зачитывал, не помнит. Ну, некоторые фразы. Помнит атмосферу, настроение. Текст мы получили в музее. Текст был опубликован в книге воспоминаний о первом секретаре крайкоме комсомола Кирюшове. Поэтому это, ну, так будем говорить, для комсомольцев не есть событие какое-то тайное. Если в пересказе, о чём там говорится в этом письме, ну, просто любопытно, о чём мечтали комсомольцы в 1968 году, полвека назад? Мы, естественно, придадим гласности, опубликуем. Но если сегодня мы анонсируем это мероприятие, я позволю несколько буквально цитат. Обращение к юношам, девушкам, Алтая, комсомольцам 2018 года. И всё обращение состоит… Большое? Сколько страниц? Три страницы. Три страницы? Три страницы нашего времени. Я думал, что это не большое письмо. Но вот некоторые очень важные мысли, они актуальны сегодня с точки зрения воспитания. Там конкретики никакой не было, да? Нет, конкретики не было. А 50 лет прожито государством, прожито комсомолом. Мы чувствуем себя ответственными за будущее, за вашу судьбу, дорогие потомки. И далее. Но мы гордимся своим героическим временем и убеждены, что вы тоже будете завидовать нам. Потому что есть в нашей жизни неповторимая романтика и неповторимый подвиг. Это несколько цитат наставления молодёжи. И вот деталь или сценарная постановка этого митинга – изъятие капсулы. Капсулу будет изымать как раз Владилен Савиных, кто её закладывал. 72 года. Участники тех событий придут, ветераны комсомола, и придут представители студенческих отрядов, то есть современная молодёжь. На месте той композиции из четырёх больших камней будет построен памятный знак. Знак, посвящённый 50-летию студенческого строительного отряда «Алтай». И вот такая преемственность поколений от комсомольцев молодёжи 68-го года через 50 лет будет возведён здесь символ непреемственности, но символ молодёжного объединения в виде знака с труденческим строительным отрядом. Борис Александрович, давайте скажем, где эта капсула была заложена, где состоится торжественный митинг, потому что молодые наши телезрители, конечно же, могут не знать это место. Где это произойдёт? Это место на протяжении 50 лет, в хорошем состоянии. Оно пережило это место и перестройку, и периоды вандализма 90-х годов в районе Дворца Спорта. Где вот памятник стоит, за памятником? Да, памятник за памятником, а если так спиной стоять к университету, лицом к драм-театру, композиции из четырёх крупных камней, где обращение молодёжи 2018 года. В два часа, да? Да, 27-го в два часа дня. В сквере, примыкающем к площади Сахарова, здесь написано, чтобы люди поняли это, ориентировались. Капсула, это на самом деле будет капсула, она из какого-то металла сделана, тоже любопытно. Понятно, что мы увидим это, но всё-таки, может, вы знаете. Ну, как рассказывают очевидцы, я ссылаюсь на их память, капсула в макете корабля «Восток-1». Интересно, уже интересно. Да, капсула из нержавейки, капсула была изготовлена на Алтайском моторном заводе, мы должны посмотреть, в каком состоянии, и затем в пергаменте находится вот это послание. Ну и тем более, да, 68-й год, естественно, все грезили космосом, космическими победами, только-только всё это началось. Безусловно, вот символ в нашем, может быть, другой, когда символ был. Само это послание пронизано уверенностью в будущее, романтикой и гордостью принадлежности к Советскому Союзу. По сути, самые благополучные годы, 60-е, 70-е, люди верили в будущее, безусловно, и знали, что победа не только социализма, но и коммунизма. Да, это период как раз развития страны, период реформ Косыгина. Борис Каныш, а дальнейшая судьба капсула, вот её сейчас достанут, дальше что будут делать с письмом? Опять захоронят? Не решили ещё? Мы, когда принимали решение, это ответственное решение, несколько было претензий, считают себя преемниками ленинского комсомола, который прекратил своё существование в 1991 году, политическая организация КПРФ. преемниками считает и Российский Союз молодёжи. Но мы собрались, инициативная группа, бывшие комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х, и приняли решение, что это событие должно объединить молодёжь в поколениях и должно объединить молодёжь разных политических взглядов, молодёжь разных каких-то студенческой, рабочая молодёжь, то есть уже возрастного. И принято решение эту капсулу изъять, текст опубликовать, и капсулу, или текст, точнее, с капсулой, и, наверное, с макетом «Восток-1» передать в Краевой музей. Борис Александрович, а нет желания, идеи, может быть, написать письмо будущей молодёжи, опять же, через 50 лет, чтобы она прочитала письмо, послание к себе? Это же, на самом деле, хорошая традиция. Смотрите, как интересно. Мало того, что это событие, но... Вы знаете, мы долго обсуждали... Читать, не читать, потому что, ну, те мысли, та романтика, как она будет оцениваться сегодня. Да, конечно, ситуация изменилась. И готовить письмо от чьего имени, от имени молодёжи, кто уполномочит, кого. Поэтому эта тема пока не обсуждалась. Вот есть студенческие отряды 50-летней давности, есть студенческие отряды современности, они объединяют студенческую молодёжь. Вот это будет символ. Мы не говорим, что это приёмники. Да, это часть молодёжи. Поэтому о послании там на 50 лет мы не задумывались. Понятно. Ещё раз напомню, 27 сентября в 2 часа в сквере, примыкающем к площади Сахарова, состоится выемка капсулы, которая посвящена столетию ВЛКСМ. Это событие, отметим, всех приглашаем. Закладываться будет памятный знак 50-летию ССО Алтай. Спасибо большое вам за беседу. Поздравляю вас с наступающими праздниками. До новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был секретарь Барнаульского горкома комсомола конца 80-х годов Борис Александрович Трофимов. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...